Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видос, полезный видеоблогерам и различным контент-мейкерам, потому что мы будем говорить про звук, а точнее будем говорить про беспроводную петличку, которая прямо сейчас у меня находится здесь. Это петличка от компании FIFINE, моделька называется M6. Я уже снял несколько видеороликов при помощи нее, один уже даже опубликовал, так что сможете с ним ознакомиться полностью. Но на этом канале мы просто, как всегда, делаем распаковочку. Я вам показываю, что к чему, какие фишки есть и свое итоговое мнение об этой беспроводной петличке от FIFINE. Давайте, поехали! Для экономии времени я уже провел распаковочку, все разложил на столе. Давайте посмотрим на коробку. Здесь она довольно-таки приличного качества. Все главные плюшки это подключение по 2,4 ГГц, порт Type-C и кнопка для выключения звука нам, маркетологами, размещено. Сумочка из кожзама, довольно-таки прикольная. Хотя хочу сказать, что она, в принципе, будет и неплохо здесь храниться, внутри коробки. Как видите, здесь из поролона по размеру очень прикольные места для хранения. Дальше перейдем к кабелю. Кабель на зарядке у нас самый обычный Type-C. Обращаю внимание, здесь есть брендирование, то есть логотип FIFINE они на кабель Type-C смогли нанести. Молодцы, красавчики! Мануальчик на английском языке. Понятный, простой, с ним все очень классно. И теперь переходим к самой петличке. Эта часть у нас приемник, который подключается к девайсу. Это может быть телефон, это может быть планшет и даже компьютер с Type-C. А это непосредственно наша петличка. Я специально переключил камеру с большим приближением, чтобы было лучше вам видно самые главные элементы нашего сегодняшнего обзора. Давайте начнем с приемника. Он из матового пластика, сами понимаете, небольшой легкий. Здесь есть логотип FIFINE. Есть индикатор, есть коннектор Type-C, который втыкается непосредственно в телефон. И есть еще Type-C порт, чтобы можно было подключить питалово. И, допустим, вы одновременно могли заряжать свой телефон. Ну, поскольку у вас порт-то будет занят этим приемничком. Теперь переходим к самой петличке. Она легкая, довольно-таки компактная под своему размеру. Сделана из матового пластика. Здесь логотип FIFINE у нас изображен. Есть диод индикации. Ветрозащита, которую при желании можно снять, но не вижу смысла ее снимать совершенно никаких. Здесь единственная кнопка управления, с помощью которой мы включаем нашу петличку. И также можно ставить на муть, если потребуется вам быстро вырубить звук, чтобы не попала на запись какая-нибудь секретная информация. Дальше здесь защелка, которая крепится к одежде. И обращаю внимание, что эту защелку можно вращать. Она как будто бы на трещотке. То есть любое положение, удобное для крепления, вы без проблем подберете. И также здесь на петличке находится порт Type-C, который можно использовать сразу для двух вещей. Значит, пункт первый. Автономность. Вот эта петличка 5-6 часов по заявлению производителя на одном заряде работает. Это дофига. Ну, мне, для моих видеороликов это просто за глаза. Но если вдруг так получается, что вам нужно больше энергии, да, то можно просто взять и подрубить к любому павербанку. И у вас будет тогда эта петличка, можно сказать, вечная. То есть сейчас она, кстати, пошла. Там можете посмотреть, как индикатор зарядки работает, да. Но к чему я веду? То, что во время записи можно питать ее внешним аккумулятором. И тогда вы просто ничем не ограничены по автономности. И второй кейс. Зачем нужен этот порт USB Type-C? Сейчас я вам покажу. Можно использовать эту петличку для мониторинга звука. То есть вы берете обычные наушники. У меня, кстати, даже обычные наушники с 3,5 миллиметра, которые я через переходник подключаю на Type-C. И при таком подключении наушники вы себе в уши вставляете и будете в наушниках слышать, как ваш голос идет через микрофон. Заключительную часть видоса мы пишем на наш FineFine M6. Для тех, кому мало вот этого кусочка этого видео, ссылка будет в описании на мой ролик с другого канала, где 6 минут подряд можете слушать этот микрофончик. Я там просто никакой обработки, ничего. Просто видеозапись с телефона кинул в монтажку. И никаких фильтров, никаких эквалайзеров, вообще ничего. То есть прям звук такой, как выдает этот микрофон сразу из коробки. Теперь для тех, кто ленивый, не хочет смотреть и своими ушами слушать, короткие выводы такие. Этот микрофончик надежный. То есть, несмотря на то, что у него беспроводное подключение 2,4 ГГц, это очень популярный формат радиовещания, назовем так. То есть все роутеры, приемники от мышек, на нем вещают никаких сбоев, каких-то запарываний звука именно из-за радиоканала нет. Что касается самого качества записи голоса, то он меня в принципе полностью устраивает. То есть никаких претензий у меня к нему нет. Ну и все остальные фишки петличного микрофона. То, что он компактный, то, что отсутствует провод. Кстати, раньше я использовал проводные петлички. Они у меня до сих пор еще есть. Но вот время идет. И, например, в моем телефоне Samsung просто некуда его подоткнуть, этот провод, петлички проводной. Поэтому пользуемся беспроводными. И слава богу, что они работают хорошо. Ссылка на этот микрофон петличный, на официальный сайт Алиэкспресс магазина FineFind будет в описании. Ну а с вами, друзья, прощаюсь. И надеюсь, что был для вас полезен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!